будем начинать вот сейчас еще подождем пару минут остальных просьба всем отключить аудио чтобы не фонило когда будет время для вопросов я позволю вам включить микрофон и вы сможете задать свой вопрос вот сейчас чтобы не фонило никому не мешало пока что отключим сиба сегодня у нас будет лекция про то как влиять на реальность когда казалось бы либо от тебя ничего не зависит либо все плохо либо ты не можешь ничего поменять и так далее вот я прекрасно понимаю в каком состоянии мы сейчас все находимся я также в этом состоянии вот и соответственно так сейчас видео включу тоже соответственно я принял сегодня решение такое вот у меня сегодня должна была быть лекция да там в моем mastermind годовом в источник да возможно вы слышали про то что у меня есть годовой mastermind вот и я решил рассказать то что я хотел сегодня дать в лекции широкому кругу моих подписчиков до чтобы внести такой вклад в ваше состояние да потому что я прекрасно понимаю что многим из вас нужна поддержка многим за вас нужно там сказать дружеское братское плечо да вот не у всех у вас она есть и в силу того что вы прислушиваетесь ко мне да там вы смотрите мои эфиры stories и я просто понял что ну мне необходимо сделать и мне нужно как бы вам помочь вот так еще раз кто присоединяется пожалуйста включайте микрофоны чтобы не фонила вот соответственно сегодня будем говорить про еще расскажу да про то как влиять на реальность да как вот справиться со всем вот этим что сейчас происходит и дам конкретной методики конкретные инструменты которые мне также помогли выбраться из тоже сложных ситуаций которые у меня возникли вот полтора два года назад я сегодня расскажу про это вот ну в принципе как то так вот напишите сейчас в чате из какого города представьте чем занимаетесь чтобы немножко познакомиться можете написать откуда меня узнали да там почему вы сегодня пришли на эфир ну в общем как так вот напишите что считаете нужно но пока мы ждем остальных так вижу уже пишите волгоград москва самара питер питер тоже б и кб нижний москва казань пока ждем небольшое такое тоже объявление вы знаете что у меня вышла книга сейчас я вам принесу жена брала вот соответственно книга вот это издательство ст вот может меня поздравить все она как бы напечатано она вышла ее можно будет купить онлайн а там просто наберите борьба за внимание макс белоусов вот либо в книжном магазине как я понял они уже там есть вот и издательство мне предложила провести читательский вечер собрать всех читателей всех моих там подписчиков кому интересно клиентов на общем то меня знает да там можете прийти на эту встречу вот она будет москве она бы 20 марта вот я про анонсирует еще в инстаграме то можем тоже пообщаться вот с удовольствием с вами там все ваши вопросы да там книгу вот и проведу тоже небольшую лекцию про то соответственно как бы что делать до нынешней ситуации вот в общем 20 марта москва буду вас всех рад видеть я в принципе уже такого рода мероприятие проводил но не по поводу книги да вот мне 17 декабря москве была тоже тусовка такая там собрались мы ученики на там выпускники курса стратегический маркетинг и мастер майн да да вот было весело классно этом даже музыкальный концерт провел вот так что приходите буду очень рад вас всех видеть еще раз москва 20 марта подробности я в инстаграме обязательно напишу так ну что вижу ваши города питер и кб белгород украина и кб вот москва давайте потихоньку начинать я думаю что все кто хотел уже принципе здесь уже собрались сейчас я расшарю свой экран и начинаем будем естественно заниматься сегодня так итак у нас сегодня с вами будет еще раз тема контекст и как контролировать реальность да в годовом мастер-майде в источник это уже четвертая лекция на то есть мы с ребятами до этого другие темы уже проходили вот но думаю что даже без учета предыдущих лекций вы будете как бы ну в теме поймете как бы о чем речь и что и как с этим делать вот итак план лекции и какие цели до сегодня что мы должны сегодня изучить я поделюсь с вами историей моего кризиса за который у меня служился случился в 2020 году вот потом разберем что такое контекст разберем что такое стоицизм и зона влияния как управлять реальностью и вам конкретное классно эффективное упражнение контекстуальное мышление на то есть как управлять реальностью как с этим работать так как бы сделал так чтобы те кто добавляются они сразу были микрофона делаем вот так вот сделаем вот лично все так меня меня слышно но у вас нет но у вас не должно быть включить микрофон правильно плюса нити если это так если вы меня видите слышите у вас все окей чатики просто ага спасибо супер так ну соответственно давайте начнем с чего у всех все сложная ситуация и у меня в том числе вот я просто держусь не делюсь с вами но тоже тяжеловато конечно вот но давайте обсудим у кого какие проблемы давайте участвую сформулируем проблему которую вас волнует да который на вас сейчас влияет можете текстом написать да как-то там кратко либо подробно вот я все увижу все прочитаю сейчас напишите что у вас волнует да какая проблема конкретно вас коснулась вот что у вас там за там бизнес закрылся клиентов нет денег нет за паника стресс за там родные в зоне военных действий так далее вот напишите то что у вас сейчас волнует какие у вас проблем так нет понимания как гнать холодный трафик окей поиск новых клиентов окей перестройка по каналам трафика эффективность так окей можете писать не связаны с маркетингом с бизнесом то есть можно какая-то жизненная проблема принципе мы сегодня больше именно про про жизнь будем говорить в общем и целом как говорит участник чбд так пишите пишите как пройти апатию и панику постоянно новости хренов из границы живу рядом пока начинаешь разбираться приходит день так да я думаю что у многих сейчас такая ситуация у меня в том числе тоже частично ипотека ребенок все сама боюсь не вывезу так людей стресс страх и паника как включиться в работу так окей что еще пишите делитесь хочется роста так хорошо пишите пишите сейчас мы пишем про то как такие у кого сейчас проблемы можно вкратце можно подробно так пишем пишем давайте не стесняемся пишем включайтесь в работу у нас сегодня лекция у нас сегодня обратка должна быть клиенту оффер какой сформировать данный момент окей я в прозывном возрасте боюсь что заберут уже два раза пропустил призыв сохранить спокойствие несмотря на ситуацию новости окей ну я думаю что достаточно до 1 в новом городе клиенты начали не хоть а клиент не хотят работать консалтинг стал не актуален как быть проактивным созидая даже тяжелых условиях фокус делать на рост понять как стартовать с нуля в такой ситуации хаос в голове попытка найти решение в геополитике понять будущее сохранить спокойствие несмотря на соц и так далее так окей спасибо за то что поделились ну проблему всех разноплановые видно да то есть что связано с работой состоянием близкими и так далее на кризис вот значит давайте разбираться да вот как с этим быть первое с чего хочу начать это поделиться с вами своей истории которая со мной произошла в 2020 году вот кто на меня подписанного инстаграме вы это все видели и возможно знаете или кто книгу мы читал да для тех кто не читал или для тех кто знает ну давайте напомню да что со мной происходило значит случился 2020 год вот и значит в этом году у меня была абсолютно черная полоса моей жизни да то есть это было самый худший год моей жизни и причем это был такой знаете накопительный эффект то есть вот все что там происходило это все как будто бы прервало плотину да то есть она все копилась копилась вот как вот найти вот точка кипения да вот именно вот в этом году она вырвалась на 20 по двадцатом году да то есть вот это вот вот это вот концентрация всего того что могло произойти она произошла в двадцатом году значит что со мной произошло да вот в этом году в двадцатом да у меня был суд с клиентом на 3 миллиона рублей на который я проиграл там значит это все длилось полтора года причем ну я был абсолютно прав и я хотел доказать свою правоту я потратил порядка 800 тысяч рублей на адвокатов на нотариусов то есть ну как бы если бы я был неправ или там еще что то вряд ли бы я тратил бы такие деньги да понятно вот 800 тысяч только на это ушло и соответственно там по решению суда я заплатил примерно там миллион 600 миллион семьсот да где то вот ну то есть суммарно больше двух миллионов рублей я отдал должен был точнее отдать да там по решению суда дальше коронавирус мы все в этой ситуации оказались и были помните когда нас закрыли дома да то есть был такая изоляция вот мы все сидели дома и в этот период времени ну естественно никто не хотел тратить деньги на маркетинг то есть у меня очень сильно упал заработок да и принципе ничего не хотел сделать вот была очень такая апатия стресс беспомощность да и было рублей это были все мои деньги которые у меня оставались а все того что я как бы ну парень гордый я не люблю там кого-то просить займы как-то это показывать даже родным да то есть это последнего как бы держал это в секрете что мне вообще нету ни хера денег с учетом того что у меня есть девушка на тот момент сейчас уже жена тот момент девушка да и как бы не работает пошла на там с украины и очень тяжело найти работу в россии вот естественно 1000 рублей на счету вот представьте себе как паника у меня было да вот так меня слышно видно так звук клепает сильно говорят так раз раз так у кого хрипит попробуйте перезайти ребят все нормально когда слышно хорошо спасибо вот дальше соответственно да вот помимо коронавируса естественно ну клиентов нет новых да то есть ну вы знаете вот такое вот ощущение беспомощности когда ты не понимаешь что делать я реально тогда думал вообще устроиться на работу на то есть как бы я вообще думал блин бросить маркетинг и не за там блин пойти хоть куда чтобы деньги были вот дальше на мне в тот момент висела ипотека за новую квартиру вот потому что мы три года с викой жили у меня у родителей ну то есть в четвером жили в двушки да ну как бы кто жил с родителями понимает насколько это как бы тяжело тем более ну с девушкой вот и ну мы тогда приняли решение купить квартиру чтобы жить отдельно да и соответственно ну взяли ипотеку но я взял ипотеку на 5 миллионов рублей вот естественно вот у меня была еще ипотека на 5 миллионов рублей то есть ежемесячный платеж был 100 тысяч рублей минимум который был обязан оплачивать банку также был взят кредит 3 миллиона рублей на ремонт на потому что но вот квартиру уже как бы достраивается уже даст ну как бы по факту уже достроилась да как бы и мы хотели уже переезжать и ну так как это были голые стены вот естественно там было все с нуля там делать вот это естественно ну большие деньги средства на там отделку на там мебель на вот это все да вот дальше именно в этот год именно в этот момент причем сидя дома да вроде я никуда не выходил века просто выехала на собеседование по что мы там ну как бы я был не в адеквате так скажем да и это в очередной раз на нее накричал типа того что иди хоть что-то делай иди работой да вот помогай мне в деньгах вот естественно я ну по сути очень сильно на нее так ну на ругал да там поругалась поругались мы его ты надавил чтобы она поехала искать работу и вот в тот в тот день она поехала на собеседование там устраиваться ну там в продаже куда-то короче вот и в тот день она короче заболевает в метро поехала приезжает потом и у нее соответственно начинается эти симптомы коронавируса вот и потом заболеваю я да вот так как она моложе меня и там на тот момент был сколько там 22 по моему вот и ну она легко переносит это заболевание вот и как бы с ней все окей слава богу было а у меня была тяжелая стадия на то есть у меня реально была сильная отдышка у меня очень сильно болела голова ломили ноги у меня пропало обоняние вот и соответственно мне прописывают антибиотики потому что да были очень сильно загружены больницы на как бы ну вот нельзя было просто приехать сказать лечите меня да то есть брали совсем плохих в этом больнице вот мне просто писали антибиотики и я помню эфир можете найти вот эфир я проводился екатерины уколовой тот день я помню значит я 50 минут не проводил эфир и под конец мне становится очень сильно плохо от антибиотиков то есть меня ну мне тошнит я становлюсь зеленым просто дам от состояния мне очень плохо я еле-еле довел эфир я пошел болевать извините в туалет и в итоге я три часа блевал не ну не прекращая потому что у меня вот такая реакция на антибиотики пошла потом мне стало очень плохо я лежал меня болит живот меня рвет извините да как бы вот и вика вызывает больницу скорую вот и значит вот в таком состоянии ну я нахожусь приезжает скорая вот и значит они меня хотят везти в больницу но так как все больницы были ну перегружены значит они определяют меня ну там распределение типа то есть не ближайшую больницу идут а распределение по тому какая может меня принять а больницы которая могла меня принять это два часа езды от моего дома значит вика звонит маме мама естественно в аху и в шоке вот она пытается как-то повлиять на скорую чтобы они везли меня в ближайшую больницу по что ну реально мне очень было плохо я поймешь чтобы бливала еще извините стирал то есть меня отосюда полоскала вот а в скорой помощи нет даже воды прикиньте то есть я хочу попить что у меня обезвоживание ну прикиньте в три часа у вас вот так вот там выворачивает то есть воды в организме нету ну как бы от этого можно как реально умереть вот и вот так вот я вскоре полуосознанном таком состоянии лежу, я слышу, как мама моя пытается договориться со скорой. Они не в какую, потому что у них есть регламент, как что делать. В итоге она каким-то образом, я не знаю, то ли там через свои каналы, то ли еще что-то. Она договаривается, чтобы в итоге меня привезли в другую больницу, потому что в той больнице, как оказалось, даже нет душа. Меня бы привезли и положили бы на улицу. Так как в самой больнице нет места, меня бы положили просто под тентом на улице. Прикиньте, там ни душа, ни туалета, ничего. А я весь облеванный, обусранный, извините. И врачи, естественно, не очень. В итоге она как-то договаривается, меня привозят в больницу. Три дня меня просто откачивали. Мне поставили капельницу, мне поставили уколы, чтобы меня не выворачивало. Я не мог ничего есть, не пить. И в таком состоянии я два-три дня находился. Причем я все это транслировал в сторис, в инстаграм. Мне хотелось какой-то поддержки. какой-то помощи, но абсолютно никакой помощи я не дождался тогда ни от кого. То есть ни один знакомый, ни один друг мне тогда не написал. А когда я начал этим всем делиться, мне вообще говорили, что я типа хайплюсь на этом. То есть никто не верил тогда, что коронавирус вообще существует. Мне писали, что я кремлебот, что я проплаченный какой-то блогер. Значит, сдохни там, тварь, писали и так далее. Я маркетолог, на этом хочу охваты поднять. Прикиньте мое состояние. Я там реально полудохлый валяюсь. Хочется хоть какой-то поддержки, хоть какого-то, не знаю, сочувствия. А получаешь вот такое дерьмо в директ. Плюс я выходил в эфиры в сторис, чтобы просто рассказать людям, что реально эта болезнь существует. У меня даже, помню, лучшая подруга Вики, ну да, вот сейчас вот моей жены, она, значит, была полностью уверена, что это все придумано, эта болезнь, да? Вот. И тогда она говорила, что типа я себя настроил. Так, прикиньте, то есть я там лежу полудохлая. Мне говорят, что типа Макс там себе это придумал. То есть это типа обычная простуда. И что самое забавное, значит, проходит какое-то время, когда уже все понимают, что коронавирус-то существует, уже все начинают заболевать, у кого-то родственники там, помирают друзья. И мне вот одни из этих людей, которые мне писали вот эту дичь, они начинают спрашивать, какие таблетки принимать. Прикиньте. Вот. И если вы меня понимаете, мое состояние тогда, да, напишите цифру 11, пожалуйста, да? Ну и проверим еще, слышно ли меня, да? Напишите цифру 11, если вы как бы плюс-минус понимаете, насколько мне было херово тогда. Вот. Дальше. Параллельно с этим, да, вот со всем тем, что происходит, естественно, у меня есть определенные обязательства перед клиентами. То есть, ну как бы клиентам же похеру, они деньги заплатили, они мне начинают названивать, писать, типа, Макс, какого хера ты нам обещал сделать работу, ты нам, значит, обещал вот это, вот это, почему ты не делаешь, давай там нам похер, что ты болеешь, что ты там под капельницей, давай иди работай. Вот. Ну, то есть, прикиньте, да, вот ты лежишь, блядь, и еще надо еще и работать. И я работал. То есть, я выходил в Zoom, я выходил в эфиры, ну, с клиентами, да, там, значит, я пытался что-то как-то делать, ну, это пиздец просто реально. Вот. Дальше, значит, в это же время прораб, который делал нам ремонт, значит, ему что-то въебнуло в голову, да, и он решил пожаловаться, потому что там он с папой моим поругался, он решил пожаловаться в архитектурное бюро, то, что мы сделали там, ну, несанкционированную планировку. То есть, мы там, типа, ну, как это, объединили балкон и жилую площадь. Вот. И, естественно, он пожаловался во все инстанции, причем написал раз 30, и к нам начали ходить эти, ну, проверщики, вот, ну, государственные, вот. И как бы нам один из них сказал, что мы можем даже потерять квартиру, да, потому что это незаконно мы сделали, а мы не знали, что это незаконно, это прораб делал, да. Вот. И, соответственно, ну, мы еще можем оказаться условно с Викой на улице. Заебись. Вот. Дальше. Значит, в тот момент, так как был, ну, коронавирус, изоляция, у Вики просрачивается миграционка. Она с Украины, да. Ее могут депортировать. То есть, ее могут нести в черный список, у нее уже два предупреждения было, ее могут депортировать в этот момент. То есть, еще вот эту проблему нужно решать. А так как все учреждения либо закрыты, либо работают, ну, там, не в полную силу, ну, представьте себе, как бы, ну, прикиньте, вашу жену могут депортировать, а вы с этим практически ничего не можете сделать, да. Вот. На фоне всего этого я потолстел до 120 килограмм. Да, то есть, я был реально жирный, мне было хуево, я был очень плохой в плане состояния. Вот. И последнее, что меня могло добить, да, там, и я реально вот после этого хотел просто повеситься. Я сейчас не преувеличиваю, серьезно. Я хотел просто наложить на себя руки, блядь, не знаю, выброситься, блядь, из окна или, там, не знаю, блядь, вены себе порезать. Потому что на нервной почве у меня, короче, ну, мне уже до этого предупреждали, что у меня были камни в желчном пузыре. Желчный пузырь это нигде мы писаем, да, вот он под ребром находится, да. И, как бы, я думаю, ну и хер с ними, с этими камнями, люди же живут как-то. И в какой-то момент, значит, у меня обостряется на нервной почве вся вот эта штука. Я, в общем, меня хуевит, я становлюсь желтым. То есть, что произошло? Вот. Желчный пузырь, он накапливает желчь, которая помогает, ну, в желудке переваривать пищу. Но, так как у меня были камни в протоке, желчь, она не выходила в желудок, то есть, она не выходила из организма, она накапливалась. И, соответственно, вся эта желчь, она пошла в организм. Вот. И я в течение суток весь желтый, мне тоже херовило, ну, естественно, вот это все там, так далее, да. И вот в этом состоянии, значит, я еду в больницу, меня обследуют на УЗИ, мне говорят, что мне нужно срочно оперировать, потому что иначе я могу реально сдохнуть просто. Вот. В итоге меня в тот же день кладут в больницу и делают мне две срочные операции под анестезией. Сначала мне, значит, вырезают камни из протока, да, вот у меня даже шрамы остались, извините, я там покажу. Вот. То есть, меня вот здесь вот, вот, меня вот здесь вырезали, и вот сбоку, да, вот. Вот здесь вот тоже. Вот. Соответственно, ну, две срочные операции мне делают, причем вот у кого была операция, ну, под анестезией, ну, вы меня понимаете, что вот после этого тоже хуево у меня был сосед. Мне кажется, я сегодня очень много раз скажу слово блевать. У меня сосед, короче, ну, нормально, адекватный парень, но в силу того, что мне было хуево после операции, после двух операций, я обблевал ему, значит, тапки, обблевал ему одежду, на него два раза блеванул, короче, на пиздец просто. Вот. И, в общем, вот такая хуйня. Вопрос, да, вот вопрос. А у кого было хуже? Вот вы сейчас поделились проблемами своими, да, как бы я сейчас, ну, нисколько не принижаю там ваши проблемы, да, вот у кого было хуже? Вот. Напомнит, все мне случилось единораза, вот это все, да. У кого было хуже? Просто вот, просто мне напишите. Это то есть у меня получается и в финансах жопа, и в здоровье жопа, в отношениях жопа, вообще везде жопа, понимаете, я и на творчество хер забил, то есть какое творчество, да. Вот. Соответственно, вот такая у меня ситуация в 20-м году. Вот. Так, меня слышно? Плюс соните, пожалуйста, тут опять пишут, что я там, звук пропадает. Окей. Соответственно, да, ну, в общем, кому кажется, что я преувеличиваю, да, что я все придумал, знаете, типа там, как вот блогеры там говорят, типа там, ну, там, запуск, хайп, история, золушки. Вы можете все это проследить в моем инстаграме. Я это все писал, да, там, я это все описывал. Это все правда, к сожалению, ну, или к счастью, да, потому что я сейчас скажу, как я из этого выбирался. Вот. Соответственно, да, когда я лежал в больнице, да, вот, когда мне вот эти операции сделали, я как бы понимаю, что, ну, конечно, я могу сейчас и сдохнуть, да, там, наложить на себя руки, и дело с концом, да, как бы все проблемы решатся, но, не знаю, как у вас, вот у меня в моей жизни всегда были, ну, сложные ситуации, и знаете, какая у меня реакция всегда была на сложные ситуации? Вот, когда у меня жопа случалась в жизни, я сначала, ну, паниковал, у меня было хуево, я закрывался, знаете, типа там, ну, как замирание, вот эта вот реакция замирания, да, а потом я херачил, да, то есть я собирался и херачил, также был, например, в университете, вот, у кого в университете были, кто проходил в университете комиссии кто значит комиссия вот значит я учился напомню на геофизика да то есть в нефтегазы ргу нефтегаза вот и значит все преподаватели меня ненавидели потому что я тогда занимался музыкой мне было неинтересно абсолютно учиться да там вот ну как бы ну так бывает да не думаешь только у меня вот и естественно я не ходил на лекции я херово учился и у меня там каждую сессию было там по 10-15 хвостов и в итоге в какой-то момент преподавателям как бы это все надоело и на четвертом курсе преддипломная работа когда должен был сдавать да причем я еще параллельно хожу на военную кафедру но чтобы как бы не попасть в армию нужно закончить военную кафедру да и мне как бы говорят так максим нас затрахало что ты тут вообще учишься ты вообще ну типа большой прыщ у нас в университете да там ты значит тень на светош наших знаний да то мы вообще нам стыдно что ты нас тут учишься вот поэтому мы хотим тебя отчислить не прям текстом так сказали а что такое отчисление для меня до отчисления в тот же год я иду в армию вот ну то есть это жопа и соответственно мне назначают комиссии что такое комиссия комиссии это когда собираются все преподаватели которые хотят быть на этой комиссии ты никак не можешь не подготовиться и тебя спрашивают любой вопрос за все четыре пять лет обучения в университете прикиньте да и значит у меня была примерно неделя чтобы хоть как-то к этому моральные знаниями подготовиться да я не знал что у меня будет спрашивать но за неделю я перелопачивал всю четырехпятилетнюю программу университета да вот если вы понимаете что это пиздец напишите цифру 12 да ну то есть ну прикиньте да вот лет пятилетняя программа да и что самое интересное было три комиссии то есть не одна ты мне реально хотели отчистить вот я прошел ну то есть я сдал эти комиссии я сдал диплом и мне тогда мама с папой сказали что макс знаешь вот мы за тебя спокойно потому что какая бы жопа у тебя не случилось мы точно уверен то что ты ее пройдешь вот соответственно вот эта жопа которая двадцатом году у меня случилось вот я уже сам думаешь я сдамся но я не сдался и соответственно в 2021 году то есть вот просто вам разница да вот вы увидели что в двадцатом году меня произошло что в 21 другом году то следующем году что у меня произошло я лежа в больнице да там двадцатом году я запланировал что я хочу сделать со своей жизни что я хочу поменять и в двадцать первом году что я успел сделать но опять же я всем этим делился вот ну кто меня читает инстаграме других социальных сетях значит я расплатился по суду я его полностью этот вопрос закрыл я отдал все деньги по суду там порядка двух миллионов рублей дальше я расплатился с ипотекой 5 миллионов расплатился всеми кредитами долгами всем клиентам я либо доделал работу либо тоже вернул деньги я начал заниматься боксом и похудел на 25 килограмм я написал книгу борьба за внимание вложил в это все там в печать в работу над книгой 600 тысяч рублей а вот и естественно издательство аисты и выпустила да вот мне всегда была мечта я люблю читать вы знаете вот чтобы мои книги издавались да вот естественно вот книга появилась дальше я написал новые песни в этот период времени дату себя вернулся в творчество я начал репетировать с группой я отыграл концерт 17 декабря возможно вы там были до на этой встрече кто был можете там как-то это плюс она помахать не да вот и как раз таки вот 17 декабря я собрал тусовку это тоже стоило денег порядка там 400 тысяч рублей чтобы там арендовать площадку там всех накормить напоить кальянчики дать и так далее вот и за год за 2021 год я заработал суммарно 23 миллиона рублей вот я начал кайфовать наконец-таки от жизни на то есть мне начало нравится то чем я занимаюсь то что я делаю я отказался абсолютно от всего того что меня не нравилось и парила вот да забыл сказать что в двадцатом году от меня еще команда отвернулась на то есть как бы ну в силу разных причин я остался один короче то есть у меня была команда маркетинг агентства в итоге из-за всей этой жопы и судом и так далее я остался один вот и двадцать первом году я понял что ну как бы мне уже побыть одному да там как бы в принципе вот я в 1 20 стрелям заработал да вот дальше начал получать как я уже сказал начал получать удовольствие от работы вот и начал наконец-таки да там покупать то что я всегда хотел на то есть там одежду дорогую да там брендовую там технику какую-то да суммарно но ляма 3 потратил там на одежду на технику там купился макбук там iphone там какие-то там джинсы кофты там эти всякие там кроссовки и так далее вот что всю свою жизнь я стеснялся тратить на себя вот кто тоже стесняется тратить на себя что-то покупать не родным близким о себе напишите цифру 7 если вы меня понимаете да то есть ну как бы я всю жизнь свою реально стеснялся на себя что-то тратить я думаю что я этого не достоин вот и в итоге двадцать первом году я позволил себе покупать то что я всегда хотел и о чем всегда мечтал вот так же я начал заниматься с коучем да то есть я ему платил там больше ста тысяч рублей да там в месяц тесно мы с ним занимались вот то есть на обучение еще наши деньги вкладывать свое вот и вложил деньги в недвижимость то есть у меня там накопила ценную сумму денег и я вложил как бы купил апартаменты для перепродажи то есть я всегда хотел заниматься инвестициями вот я вложил деньги туда вот поменял свой стиль образ ну вы как бы уже заметили то есть там жена как это занялась мы моим внешним видом вот то есть она мне с одеждой помогала да там как-то вот там ну там покрасился так далее вот то есть вот поменял внешность короче вот и выступил на более чем ста конференциях за год побывал в 50 городах вот кого кого замотивировала кого вдохновила вот такая радикальный такой радикальный изменение такую историю двадцатого года 21 напишите цифру 99 давайте да вот у кого замотивировала вот вот такая гигантская разница от полной жопы до вот такого да как бы вот результата и это и это все правда то есть ну я и правда я я вот искренне вам говоришь я ничего не выдумываю то есть все как было вот двадцатом году и двадцать первом году вот вижу ваши цифры спасибо соответственно да так я это сделал да то есть так какой-то что-то метод нарисовали а как это убрать так сейчас ластик 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 все убрал так так макс переключи микрофон и вернее обратно звук придет перри зашелся то же самое а так слышно нормально раз раз хорошо и так как же я это сделал да то есть вот как я выбрался из жопы и в двадцать первом году соответственно у меня вот такой вот гигантский рост во всех сферах жизни произошел кто хочет узнать как я это сделал ну по что вы тут собрались хотите это узнать но просто напишите хочу чтобы я понимал что вам действительно интересно узнать вот инструмент работы со своей реальностью жизни да то есть вот как за год можно вот такого достигнуть да ну как бы у каждого свои цели то есть вот я свои цели поставил я их достиг на сто пятьдесят процентов да вот и я не хвастаюсь я ну как бы делюсь вот своей жизнью да вот пишите хочу на вот ну по сути это декларация того что вам это действительно нужно вот поэтому давайте вот активнее включаться в работу все вижу спасибо и так давайте разбираться да соответственно как это все работает то есть как управлять реальностью начнем с чего я как я уже сказал очень люблю читать книги на вот и там последнее время я начал читать есть такой психолог психотерапевт автор и философ можно так назвать джордан питерсон узнать джордан питерсон напишите знаю вот у него есть книга очень классно да вот называется 12 правил жизни вот и там он очень подробно описывает вообще идею хаоса и порядка да и вот смысл в том что многие люди боятся хаоса да то есть вот те кто ходят ко мне там на консультации да то на мастер майнд на наставничество там на разборы особенно женщины очень боятся потерять контроль над чем-то над своей жизнью над семьей над отношениями над бизнесом и так далее да вот у кого есть такая боязнь да там потерять контроль да там вот там находиться в каком-то хаотичном каком-то броуновском движение когда тебе ничего не под контроль не хер знаю что будет напишите цифру 3 до 3 напишите если вы боитесь хаоса если вы боитесь что вы не сможете что-то контролировать да вот все все выходит из-под вашего контроля и хер знает как быть что делать да вот особенно да сейчас прикол в том что хаос и порядок они должны как и не я не идти в единую то есть вот кто знаком с концепцией буддизма и ньянь вот и ньянь это не только черное-белое это мужская женская энергия хаос и порядок да потому что мужская энергия это порядок женская ты хаос да но прикол в том что и ньянь должны идти в гармонии то есть на самом деле и ньянь это не две силы это три силы то есть если вы пообщаетесь с буддистами то они вам скажут что нету черного и белого нету только плохого и хорошего есть еще гармония то есть состояние гармонии вот этот джен что такое джен джен это когда вы как бы посередине то есть вы принимаете что в жизни может быть и порядок и хаос до плохое и хорошее это баланс вот во вселенной сложат баланс закон баланса закон ломоносово где убыла там прибыла да то есть но закон физики сообщающийся сосудов да вот кто там помнит куда там условно когда там в одном сосуде есть вода они сообщаются то они потом сравняются да там кубе то есть везде от этот вот закон порядка закон баланса да и как бы прикол в том что чтобы жить счастливо чтобы уметь управлять жизнью, да, там, чтобы достигать чего-то. Нужно принимать как порядок, так и хаос в своей жизни, да, и сейчас хаоса, естественно, много, дохерая в нашей жизни хаоса сейчас, да, но к хаосу нельзя относиться плохо, это часть нашей жизни, вот, потому что те люди, которые не принимают хаос, они боятся нового, да, а я очень много говорю про то, что если вы хотите расти, развиваться, то вы должны принять, что новое – это нормально, и плохо и хорошо – это только наша субъективная оценка, субъективная эмоциональная окраска чего-то происходящего, то есть если просто абстрагироваться, да, там, и представить, что люди – это муравьи условно, да, муравьи, они там завоевывают какие-то территории, да, там, с кем-то дерутся, кто-то умирает, там, кто-то там еду себе ищет, кто-то еще что-то, ну, то есть это процесс жизни, мы же не удивляемся или, там, не плачем от того, что, знаешь, волк сожрал зайца, да, условно, сейчас вот, пожалуйста, не будем к политике, да, там, переходить, я просто, ну, привожу сравнение, да, для понимания того, что я сейчас говорю. Вот если взять биологическую цепочку в лесу, да, то есть есть условно хищники, есть травоядные, там, есть там букашки, жучки, паучки, там, гусеницы, там, птички и так далее, это все, соответственно, связано в едино. И как бы есть животные, которые хищники, а есть травоядные, да, то есть это все как бы, ну, как законы природы. И если мы отрицаем хаос, если мы не принимаем то, что есть что-то, что не может быть нам подконтрольно, или мы как-то окрашиваем что-то там в эмоциональную окраску плохого, то таким образом мы как бы как минимум берем на себя функцию Бога, да, типа мы решаем, что плохо, что хорошо, и мы таким образом себя очень сильно ограничиваем. То есть вместо большого, классного, интересного мира с возможностями, с ресурсами материальными, нематериальными, мы вместо этого смотрим вот в такую маленькую дырочку, да, вот наших субъективных решений, паттернов поведения, навыков, правил жизни и так далее, вот так вот. То есть вместо вот этого мы видим только вот это. То есть угол обзора у нас очень маленький. Кто понимает, о чем я говорю, пожалуйста, поставьте плюс. То есть еще раз, да, вот все знают про зону комфорта, да, вот это как раз таки и есть зона комфорта. Что такое зона комфорта? Это то, что нам подчиняется. То есть там мы навели порядок. Вот это наша зона комфорта. Но прикол в том, что чтобы нам вырасти, чтобы нам расти и развиваться, нам нужно выйти в слепую зону. То есть в зону там, где мы ничего не контролируем, хуй знает, что там будет и вообще нет влияния и страшно, да. Это как, знаете, как в детстве. Мы боялись темноты. Почему? Потому что мы не понимали, что там в темноте. Мы, вот не знаю, как вы, я боялся там выйти на первый спарринг, то есть побоксировать, да. Это было страшно для меня. Но прикол в том, что когда мы выходим из нашей зоны комфорта в внешнюю среду, в слепую зону, там, где мы не знаем, не умеем, не видели, не слышали, не были там, уже эта зона через какое-то время становится нашей зоной комфорта, то есть зоной влияния. То есть наша зона влияния расширяется. То есть еще раз, нам было страшно, нам было неудобно, больно, я не знаю, там, мы испытывали стресс. Но наградой этого, то есть что мы себя перебороли, пересилили, служит то, что у нас зона влияния расширяется. А если зона влияния расширяется, таким образом у нас появляются новые ресурсы, которые были в этой зоне. Это люди, ситуации, эмоции, там, еще что-то, да. Вот кто понимает, о чем я говорю, опять же, поставьте плюс. Так, меня слышно? Опять пишет, что с звуком проблема. Окей. Соответственно, как управлять реальностью? Да, еще раз. Вы, первое, что должны для себя понять, что страх нового и неизвестного, страх неопределенности и отсутствие контроля – это норма. И именно в этом эволюция. То есть эволюция, рост, развитие всегда в поиске нового и в изучении нового, в делании нового, да. То есть в расширении зоны влияния вашей. Ну, например, да, вот, там, не знаю, там, возьмем какого-нибудь, там, не знаю, там, ну, кого, ну, политика, да, какого-то возьмем. Вот он сначала был губернатором, то есть он отвечает за город. Потом он становится мэром, потом он становится, там, не знаю, там, президентом. То есть зона влияния всегда увеличивается. Возьмем какого-нибудь артиста. Сначала его слушают, там, его соседи и друзья. Потом на его концерты ходят, там, из его, там, поселка города, там, 100 человек. Потом 300. Потом его вся страна знает. Потом весь мир. То есть все люди идут в эволюцию. И эволюция – это, как бы, жизнь, да. То есть, смотрите, еще раз, иньянь, да. Есть смерть, есть жизнь, да. Тоже, опять же, там, черное-белое, да. И эволюция – это когда мы, боясь, страшась, нам некомфортно, мы делаем что-то, чтобы получить новый опыт, его внедрить и использовать дальше. Вот если бы мы отрицали эволюцию, если бы мы относились к эволюции плохо, то людей бы, в принципе, не было бы, да, на планете Земля. Да и вообще бы ничего бы не было. Потому что принцип эволюции, он везде. Ну, то есть, вот вспоминаем, как появились позвоночные организмы, как появились млекопитающие. Это же рыба, потому что жизнь зародилась в океанах. Это какая-то рыба, случайно ее выбросило на берег, и она там еле-еле как-то ластами начала ползать. То есть она не хотела дохнуть, она хотела жить. Ну, к сожалению, она сдохла тогда, но это была же не одна рыба. То есть раз рыба пыталась, да, там как-то проползти, вторая, третья. И в итоге с течением времени появились вместо ласт, ну, эти, как они там, блядь, конечности, да. Ну, то есть вот таким образом эволюция происходит, да. Там древние люди, да, на Австралопитеке увидели, что ебнула молния там в это-то, в дерево. Появился огонь. Сначала, естественно, страшно, ни хера себе, что это такое, как это объяснить. Но какой-то Австралопитек подошел с палкой, да, там взял огонь, и он начал управлять огнем. Люди начали готовить еду на огне. Таким образом они перестали травиться, да, потому что в мясе, да, если его не жарить, там, ну, как эти, бактерии, да, там распространяются. Они начали использовать огонь для того, чтобы оттопить помещения там в пещеры своих, да. То есть они управляли огнем. Но если бы они ссали все время, да, там, не пошли бы в новое, ну, как бы у нас не было бы ни электричества, ни атомной энергии, вообще бы ни айфона, ничего. Вот, кто, опять же, меня понимает, плюс о нити. Вот, мне нужно понимать, что меня слышно, видно, да, и есть обратная связь. Идем дальше. Соответственно, переходим к инструментам влияния жизни, да, то есть как влиять на нашу жизнь, на нашу реальность. Есть такое философское учение, стоицизм, да, это древнее философское учение, оно пришло к нам из древнего Рима, древней Греции. И основой этого учения, то есть вокруг чего строится все это учение, да, что, опять же, есть зоны влияния, да, то есть есть, как я уже сказал, зона подконтроля влияния, и есть слепая зона. И у них приводится такая штука, называемая дихотомия и трихотомия контроля, да, что это такое? Смотрите. Все, что происходит в вашей жизни, можно поделить на три категории, да, вот тут вот на слайде вы видите, да, то есть человек, который находится в дихотомии контроля, да, он, соответственно, у него либо есть полный контроль над чем-то, да, либо вообще нет никакого контроля, при этом, когда у него нет контроля, он начинает паниковать, стрессовать, да, вот как сейчас, да, опять же, не будем политику обсуждать, но я уверен, что вы читаете новости, телеграм-каналы, СМИ, там где-то ебнула там, не знаю, там бомба, где-то там, блядь, ракета, кто-то там умер, кто-то там еще что-то, там, значит, санкции, деньги, рубль, доллар, дохуя информации. И вот, и как бы наш мозг, он не может обработать такое большое количество информации, и он не может дать оценку происходящему, ну, как бы логическую, да, то есть вы видели, что я вот выставлял посты, вроде бы побуждающие людей думать, но в силу того, что все находятся в эмоциональном аффекте, у людей очень упрощается мышление, то есть они начинают мыслить ярлыками, да, то есть я наоборот призываю мыслите, но человек, находясь в состоянии выживания, когда он думает о том, как бы выжить, чтобы поесть, и как бы тебе не ебнула бомба, условно, да, и он находится в страхе, его очень сложно призвать к рациональному мышлению. Это как, знаете, это как, ну, извините за сравнение, общаться с собакой, которая на вас лает, да, вы же не будете ее призывать, типа, к благоразумию. Невозможно, понимаете, вот и в таком состоянии, в панике, в стрессе, в агрессии находится большое количество людей, да, тем более, что этот информационный поток нам входит в голову, да, и мы не понимаем, как к нему относиться, что делать, и для простоты обработки информации такого объема, да, мы начинаем, что делать, навешивать ярлыки, то есть мы начинаем упрощать, это плохо, это хорошо, а что еще мы начинаем делать, да, вот об этом подробнее я рассказывал в видео про пропаганду. Кто смотрел видео про пропаганду, плюс они, да, значит, вот там в пропаганде за нас думают, то есть за нас какую-то сложную логическую цепочку причинно-следственной связи ее упрощают и дают нам какую-то речевку-фразу. И именно эта речевка-фраза зачем нужна? Чтобы люди не думали, чтобы они не обрабатывали такое большое количество информации, потому что это нужно читать книги, нужно разбираться, там всю историю изучать конфликта, да, происходящего. Им дают речевку, простую, понятную, да, и мозг ее быстро воспринимают, да, соответственно, кто не нашел видео на ютубе, наберите Макс Белоусов пропаганда. Значит, и, соответственно, вот эта речевка, она становится решением, да, то есть как бы это ярлык, да, то есть это упрощенное мнение о чем-то, вот. Соответственно, возвращаемся к стоицизму, да, то есть в чем смысл, в чем инструмент влияния на жизнь? Смотрите, значит, вот дихотомию мы поняли, это плохо, да, мы переходим в трихотомию, то есть нужно перейти в трихотомию, что это такое? Это значит разделить все ситуации, все, что есть, вот все вот эти внешние объекты, информация, люди, ситуации, эмоции и так далее, да, там все это нужно разделить на три категории. Первая категория – это то, на что мы полностью можем повлиять. Вот напишите мне, как пример, как вы думаете, на что мы полностью можем влиять. То есть это находится в нашей зоне влияния, в нашей подконтрольной зоне абсолютно на сто процентов. На что мы на сто процентов можем влиять? Напишите, как пример просто. Настроение в семье, так, окей, что еще? Наши мысли, да. Заработок, да. Какую информацию читаем, да. Развитие, да. Окружение, да. Еда, сон, да. Пишите, пишите. Место проживания, да. Выбор, который мы делаем, да. Окей, поняли. Вторая категория – это частичное влияние. Когда есть частичное влияние, это значит, что, как правило, есть мы, но мы уже поняли, что мы полностью можем влиять на себя, да, на свое собственное состояние, на то, что мы читаем, что мы едим, что мы потребляем, с кем мы общаемся и так далее. Наше действие. Когда есть внешний объект, там, не знаю, там, страна, не знаю, там, люди, жена, муж, дети, друзья, там, не знаю, там, соседи и так далее. Тут включается частичное влияние. Почему? Объясню. Потому что вот вы можете за себя повлиять, да, на себя, но как вы можете на сто процентов повлиять на другого человека, на его мысли? Вот никак, понимаете? То есть вы можете постараться это сделать, да, вы можете, там, не знаю, как-то там эмоционально что-то объяснить, да, там, факты перевести, там, не знаю, еще что-то, там, деньгами как-то помочь. Но вы не можете на сто процентов гарантировать, что он поменяется так, как вам надо, или ситуация поменяется так, как вам надо, да. Знаете, это вот хороший пример, когда я вот, я часто выступаю на конференциях, и вот сидит в зале, не знаю, там, 500 тысяч человек. Я вроде бы одно и то же всем рассказываю, да, то есть одну и ту же информацию всем даю. Но прикол в том, что все 500 человек по-разному ее воспринимают. Вот абсолютно, знаете, вот каждый что-то свое слышит. У кого что волнует, кто на что сделал акцент, кто-то что-то недослышал. Вот это искажение информации, да, об этом я тоже в книге пишу, «Борьба за внимание», да, я тоже об этом рассказываю. Почему? Ну, простой пример, потому что у нас, как минимум, у всех разный жизненный опыт. Вот давайте просто пример, который я тоже на конференциях привожу. Представьте себе рыжую девушку. Вот нарисуйте себе в голове образ рыжей девушки и напишите описание, как выглядит эта девушка, во что она одета, соответственно, какие у нее волосы. Не знаю, там, на кого она похожа. Вот просто напишите сейчас. Ну вот, вы представили рыжую девушку? Кого вы представили? Александр все как не угомонится. Семь навыков Стивена Кови. Вот, удивлю тебя, я не читал Стивена Кови ни разу. Кто-то, значит, представил Скарлетт Йоханссон. Окей, кто еще кого представил? Рыжая девушка. Кудрявая. А у Скарлетт Йоханссон, у нее прямые полволосы. Так, уже отличие. Так, кто кого еще представил? Какого, во что она одета, давайте? Какого цвета платья? Красное, черное, зеленое, там, мини-юбка, длинная юбка в пол. Во что она одета? С веснушками, так. Александр, я к тому, что везде одно и то же пропагандируют. Я ничего не пропагандирую, я делюсь своим опытом, Александр. Этот опыт основан на большом количестве книг, коучей и лично моего опыта. Вот, поэтому, опять же, не надо навешивать ярлык, что это все понятно, как бы, если бы тебе все было понятно и все было классно, ты бы тут не сидел. Вот, серое платье в пол, девочка из мультика «Храбро сердцем», платье в цветочек, «Пеппи длинный чулок». Понимаете, вот я вам дал один образ, понимаете, рыжая девушка. Вы видите, что он у всех разный, понимаете, у всех разный, потому что у всех разный опыт, у всех разные ассоциации. Если вы понимаете, к чему я клоню, напишите «плюс». То есть, еще раз, мы не можем контролировать чужие мысли. Мы не можем контролировать чужие мысли, мы не можем контролировать чужое поведение на сто процентов. То есть, мы можем на него повлиять частично, но не полностью. Соответственно, в категорию частичного влияния попадает все то, что содержит, кроме нас, еще что-то. людей, ситуации, окружения, еще что-то, геополитика, экономика и так далее. Понимаете, мы можем, в принципе, на это повлиять, постараться, но это не полностью наше влияние. То есть, мы не можем, еще раз говорю, отвечать за одного человека, а если их тысячи, а если их миллион, представляете себе. То есть, вот я как блогер, да, у меня нет миллиона подписчиков, но даже здесь, вот при моем социальном активе я это наблюдаю, что как бы я ни старался что-то объяснять, все равно люди категоризируют, навешивают ярлыки, не знаю, там, обвиняют меня в чем-то, еще что-то там. Понимаете, вот вы это сами видите, да, там, в комментариях, там, сейчас даже, да, то есть, людям хочется упростить все, да, хочется, вот, вот, они как-то вот понимают, и вот им не хочется расширять свою зону влияния, расширять свой опыт, и они такие, так, ну, это я уже видел, это я уже знаю, вот навешиваю на него вот такой ярлык, навешиваю на эту ситуацию вот такой ярлык. Еще раз, кто меня понимает, плюсаните, пожалуйста, мне нужна обратная связь от вас, потому что я вас пока не вижу. Отлично. Так, со второй категорией мы разобрались, и третья категория. Третья категория это то, на что мы вообще никак не можем повлиять. Например, погода, например, вспышки на солнце, например, я не знаю, там, на часовые пояса, я не знаю, там, на что. Вот напишите, на что мы не можем вообще никак влиять. Там, пойдет ли дождь, да, там, не знаю, там. Вот напишите. Физические константы. Да, мы не можем повлиять на гравитацию, например, да, там, на что мы еще вообще не можем повлиять. Как бы мы ни хотели. Закрытые границы. Так, на звезды, на свой рост. По поводу роста, у меня, кстати, есть этот одногруппник бывший. Он, короче, сделал себе операцию по увеличению ног, прикиньте. То есть, с ростом, в принципе, можно как-то повлиять. То есть, прикиньте, он себе вытянул ноги. Жесть, конечно. Значит, да, будет ли мобилизация третья мировая война или ядерная? Так, что еще? Политика, курс евро, на все знания, на цены. Так, что еще? Теория хаоса. Так, что еще? Пишите, на что мы вообще не можем влиять? На слона в Африке. Ну, если вы не в Африке, да. Пишите, пишите, пишите. Моя задача вам сейчас дать модель понимания мира, да. И вот, по сути, это часть вот этой модели, которая мне помогла выбраться из задницы и достигнуть какого-то результата. Я сейчас с вами делюсь конкретной методикой, да. Окей. Все, вы поняли. То есть, еще раз фиксируем. Есть три категории ситуаций, объектов, чего-то, да, в нашей жизни. По сути, это все контекст. Мы сейчас подойдем как раз, что такое контекст. Соответственно, контекст наш, жизненный. То есть, контекст, это, знаете, это как вот в театре декорации, да. То есть, это все, что нас окружает. Это люди, ситуации, там, не знаю, там, машины, квартиры, дома, телефоны, политика, там и так далее. Это все контекст, в котором мы живем. Если проще, то что такое контекст, да. Это вот вы можете, например, там, идти по улице слушать Рамштайн, а можете идти по улице слушать Баха, да. Вот музыка, которая влияет на ваше состояние, тоже контекст, да. То есть, вы как объект, находитесь в контексте. В контексте какой-то либо грустной музыки, либо тяжелой и агрессивной, либо веселой, да. Вот это тоже контекст. Вот. Соответственно, давайте разбираться с контекстом, да. Впервые про контекст я услышал на тренинге Герасичева. Вот, кто услышал про Герасичева, это NLP-тренер, можете плюсанить. Да, вот у него даже есть там целый курс отдельный, контекст называется двухдневный, проходит там в разных городах. Вот. И меня пригласили как маркетолога, они хотели тогда со мной поработать как раз. Вот. И чтобы познакомиться с продуктом, меня пригласили на тренинг. Вот. Тогда как раз-таки я узнал, что такое контекст. И мне очень понравилось то, что сделал тренер. Так, меня слышно? Плюсаните, пожалуйста. Вот. Ну, чтобы я понял, что... Окей, да. Вот. И мне очень понравилось, как на примере реальной ситуации в жизни. А, значит, тренер, он объяснил, что такое контекст. Значит, он сказал, ребята, ну, то есть там в зале сидит там 200 человек, он говорит, ребят, дорогие участники тренинга, у нас сейчас будет обеденный перерыв. Он будет длиться до 3 часов дня. В 14.50 вы все должны сидеть здесь на стуле, готовы слушать меня дальше. То есть за все то время, которое у вас сейчас есть, на обеденный перерыв вы должны там пописать, покакать, поесть, позвони, покурить и так далее. Мы с вами договорились? Все такие, да, договорились, тренер, все окей. Как вы думаете, сколько людей в 3 часа дня сидело в зале, готовы слушать лекцию? Вот. Было 200 человек. Сколько сидело в зале? На момент 3 часа дня. Сидело примерно, ну, треть, да, то есть там, ну, сколько там получается, там, ну, 70-60 человек. И, значит, тренер очень терпеливо ждал, пока последний человек войдет в зал. Да, то есть, как бы, даже не то, что последний, там какая-то часть вообще не пришла. То есть он примерно до 15-30, то есть 30 минут он ждал, пока все соберутся. А все, значит, хихикали, хахахали, там, значит, там, не спеша, там, шли, развалку как-то, да, там, в общем, особо не парились. Все, он подождал, пока все рассядутся. И он выходит и говорит, друзья мои, кто со мной договаривался о том, что мы должны здесь все сидеть 14-50, поднимите руки. Подняли руки все. Дальше он говорит, кто опоздал, выйдите, пожалуйста, на сцену. Выходит, соответственно, там 240 человек. Ну, и сколько у каждого, прям реально у каждого, то есть мы ждали, он у каждого, он дает микрофон и спрашивает, почему ты не вовремя пришел на тренинг? Почему ты не сидел в зале в 14-50, хотя мы об этом договорились? Как вы думаете, какую причину люди называли? Ну, то есть, почему они не вовремя пришли, не сели на стул? Почему? Вот какие могут быть оправдания у людей? Как вы думаете, что они там говорили? Не успели так, да, что еще? Не думали, что все так строго, так, окей, другие дела, пробки, можно расслабиться, очередь в туалет, так, что еще? Не видели ценности, окей. Напоминаю, тренинг был платный, он стоил 40 тысяч рублей, ну, я к вопросу о ценности, то есть, если человек платит 40 тысяч рублей, то я думаю, что, ну, до конца как минимум надо досидеть. Срочно кто-то позвонил, подумали, что шутка, подумали, что другие тоже опоздают, ну, так в 15 же начало, люди общались между собой. Окей, вы поняли. Теперь я задаю вам вопрос, вам вопрос хочу задать. Вы когда-нибудь себе, либо другому, то же самое говорили, то есть, когда у вас что-то не получилось, вы что-то не сделали, вы начинаете эти оправдания, да, вот эти, вот когда-то у вас, в пульсаните у вас было такое, когда вы вот кому-то, либо себе говорите, ну, я не сделал потому что, и начинается какая-то история, почему у вас не получилось. Почему вы не зарабатываете? Потому что кризис в стране. Почему вы не пришли вовремя? Потому что я проспал. Почему вы, там, не знаю, там, не приехали в собеседование? Потому что я стоял в пробке. Почему вы не заработали миллион рублей? Потому что клиенты уроды, да, там, не знаю. Почему вы не похудели на 10 килограмм? Потому что спортивный зал находится далеко, да, и так далее. И, соответственно, дальше возвращаемся к той ситуации. А тренер говорит следующее, смотрите, то есть мы сейчас уже с вами прошли, ну, это я вам сейчас говорю, мы же сейчас с вами уже прошли, стоицизм, да, там вот три категории влияния, слепая зона, зона влияния, контроля. Вот вопрос, я вам сейчас задаю, да, вот сейчас вернемся к той ситуации, я вам задаю, быть вовремя на тренинге, это к какой категории относятся? К первой, ко второй или к третьей? То есть полное влияние, частичное или вообще нет влияния? Один, два или три? Вот многие из вас сейчас пишут два. Давайте вот этот важный момент обсудим. Вот можете сейчас включить микрофон, включить экран, ну, видео, чтобы я вас видел, и объяснить мне, почему вы считаете, что быть вовремя – это два или три вообще, да, мне просто понять вашу логику, это важно, потому что многие двойку написали. Кто готов со мной подискутировать? Просто объяснить свою точку зрения. Кто-то готов? Плюс аните, кто готов, кто хочет, может. Ну, просто объяснить, почему вы считаете, что это два. Так, Алексей, хорошо. Так, сейчас я найду. А у тебя включается микрофон и экран? Подскажи, пожалуйста. Да, включается. Так, а можно, чтобы я тебя видел, чтобы другие тебя тоже видели? Сейчас, две секунды буквально. А, вот там. Видно? Да. Приветствую. Привет. Почему два, да? Да, почему, ты два написал, да? Да, 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 все, я написал. Ты, может произойти что угодно. К примеру, пожар. Самое банальное. На это ты никак не сможешь повлиять. Просто выключат свет, отменят конференцию. Согласен. У спикера сведет живо, то он уйдет, и он просто не будет дальше вести. То есть, ну, что угодно. Хорошо, согласен, согласен. Кто согласен с Алексеем плюс аните? Мы сейчас дискутируем, сейчас нет правильного ответа. Кто согласен с Алексеем плюс аните? Что может быть пожар, там спикер не придет, еще что-то. Есть согласный, так, супер. Еще раз вопрос. Конкретная ситуация. Спикер сказал, будьте в 14.50 на стуле, сидите на стуле, 14.50. Ты пишешь, что это относится к цифре 2, и ты мне приводишь довод, что действительно может быть пожар, там еще что-то, что вроде бы на тебя не влияет. Следующий вопрос. Давай разберем пожар. Пожар действительно случился, и ты на это никак не можешь повлиять. Согласен, да? Ну, да. А ты можешь повлиять на свое поведение в новом контексте пожара? То есть, как ты себя будешь вести, ты можешь повлиять на это? Ну, конечно. Конечно. Еще один пример. Случился потоп. Не знаю, у тебя там прорвало трубу в туалете. Это цифра 2 или 3. То есть, ну, как бы частично или как-нибудь может повлиять. Но ты можешь повлиять на свое поведение в этой ситуации? Конечно. Теперь вопрос последний. Еще раз. Все-таки в 14.50 быть на стуле – это 1 или 2? Или 3? Если убрать все факторы, то, конечно, можно и при пожаре прийти на стул. Будешь как собачка вот эта в огне сидеть. Ну, по факту 2 – это все равно будет. То есть, ну, на 100% нельзя давать гарантию. Еще раз. Еще раз. Поймите меня. Это важный момент. Поэтому я с тобой сейчас общаюсь. Ты никак не можешь повлиять на курс доллара. Ты никак не можешь повлиять на пожар, на потоп, на то, что спикер не придет на конференцию. Но что мы выяснили? Ты можешь влиять на свое состояние, на свое поведение. Согласен? Ну, все верно, да. Да. Какие причины люди называли, что они не пришли вовремя? Туалет, очередь, еда и так далее. Да, правильно? Ну, здесь, да, здесь, естественно, они как бы, ну, тут один тогда. Они полностью влияли на свой контекст. То есть, это глупая отмазка. Да. Тут, да. Понимаешь, к чему я говорю? Да, то есть, ну, все зависит от ситуации. Не совсем. Вывод следующий, что людям просто либо похуй, либо лень, либо еще что-то. Они не хотят париться. И они вместо того, чтобы увеличивать зону влияния 1, они какую зону увеличивают? Зону влияния 2. И 3. Правильно? Да. То есть, они становятся маленькими и говорят, от меня ничего не зависит. Случился пожар, мне захотел посрать, мне хотелось поесть, была очередь и так далее. Это маленький человек так думает, правильно? Да, все верно. Почему маленький? Потому что маленькая зона влияния. Кто меня понимает, напишите цифру 9. Ну, 9. 9, да. Еще раз, еще раз, важный момент. У каждого человека может все, что угодно случиться. Еще раз, но вы всегда отвечаете за себя. Вы всегда можете повлиять на собственное поведение. У вас у всех есть приоритеты, что вам важно, что вам не важно. Соответственно, спасибо, Алексей, что пообщался. Спасибо, можешь отключать. Все, да? Спасибо, да, спасибо. И тебе спасибо. Спасибо. Соответственно, еще раз, мы все ежесекундно каждый раз делаем выбор. Либо мы что-то с этим делаем, да, вот с этой ситуацией, которая образовалась. Либо мы ее кидаем в категорию 2 или категорию 3. Ни то, ни другое, неправильное или неправильное. Это ваш выбор. Но люди, которые очень часто кидают все, что у них в жизни, в 2 или в 3, они вряд ли счастливы и как-то растут, и вообще вряд ли они успешные люди. Если вы меня понимаете, напишите цифру 11. То есть, когда я... Вот вернемся к моей истории. То есть, когда я был в жопе в 2020 году. Ну, вы же понимаете, что у меня зона невлияния была вот такая, а зона влияния вот такая, понимаете? Естественно, мне было херово. Но что я начал делать? Я начал расширять свою зону влияния. То есть, я взял под контроль свою жизнь, свои эмоции, свое состояние, и то, что я мог контролировать. А я мог контролировать заработок, я мог контролировать людей, с которыми я работаю, я мог контролировать клиентов, партнеров, жену, родителей, еще что-то. То есть, я беру это под контроль. Я хочу это контролировать. То есть, рост мой, он в расширении зоны влияния и в адекватной оценке того, на что я могу влиять, и на что я не могу влиять. Зона влияния и зона ответственности. Да, верно. Соответственно, идем дальше. Давайте сейчас с вами проведем небольшой такой, ну, как сказать, ритуал. Перед тем, как мы с вами начнем подходить к конкретным изменениям в нашей жизни, так же, как и я, лежа в больнице, давайте представим идеальную картину мира. Что мне тут рисуют? Все, какие-то гадости. Так, давайте с вами проведем, еще раз говорю, ритуал. Представим идеальную картину мира. У всех она есть, и у всех она разная. Попробуйте сейчас, вот я сейчас включу музыку для вас. Вот мы, как бы, это упражнение уже делали для, там, участников моего мастер-майнда. Давайте сейчас все представим нашу идеальную картину мира. То есть, что в нашей жизни мы хотим, чтобы было или чего-то не было, да. И попробуем просто повизуализировать, да. То есть, представить, что, какова наша жизнь идеальная. То есть, кто мы там, чем мы там занимаемся, что нас окружает, что мы чувствуем, что мы видим, что мы ощущаем, да. Вот давайте представим идеальную картину мира. Вот я сейчас вам включу расслабляющую музыку. Вот давайте буквально 3-5 минут, я сейчас выключу камеру, чтобы вас не мешать вам, да. Давайте сейчас пофантазируем, да, вот. Отличемся от того, что сейчас происходит, и просто представим идеальную картину мира, в которой мы хотим оказаться. Просто представляете, визуализируете. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 У нас есть состояние здоровья – это два. Три – это творчество и хобби. Четыре – это отношение духовности. Все, четыре сферы, четыре категории. Соответственно, что нам нужно сделать сейчас? Нам нужно… Есть точка А, то есть как у нас сейчас. Нам нужно просто цифрами описать, как мы хотим поменять одну из каждых сфер. То есть сколько у нас сейчас условно из 100 финансов и карьеров? Насколько вы этим довольны от нуля до ста? Предположим, сейчас у вас 30. Сколько вы хотите условно? Пусть будет 70. Состояние здоровья какое у вас? На 10, на 20. Сколько вам надо? 50. Творчество и хобби. Вот, например, у меня в этом году нет больших планов на творчество. Вы можете сминимизировать, то есть не обязательно расти. В этом-то и прикол моего подхода. То есть я подробно это объясняю на курсе эквалайзер. У меня есть такой отдельный мини-курс эквалайзер. Я там объясняю как раз эту концепцию. Что нет задачи во всех сферах расти одинаково. То есть мы можем, как я, например, вот у меня хобби было 70 или 80, а я его до 60 понижу. Все, можно снизить. То есть можно перераспределить наш ресурс, время, энергию, деньги, так, как нам хочется, так, как нам сейчас нужно. То есть на чем мы должны сделать акцент. Скажем, на финансах мы должны сделать акцент в этом году. Соответственно, на творчество мы немножко сминимизируем. И отношение к духовности. Было 60, хотим 80. Вот можете сейчас просто, не знаю, в айфоне, если вы с телефона, на компьютере, как-то, не знаю, на листочке, в голове, примерно накидайте цифры, как сейчас и как вы хотите. То есть вот у вас должно получиться вот так. То есть было 50, финансовая карьера, хочу 80. Состояние здоровья было 50, хочу 70. Творчество и хобби было 80, хочу сминимизировать. 70 пусть будет. То есть вот этот гэп, десятку, я кидаю на финансовую карьеру, да, вот мой ресурс. Отношение к духовности. Было 20, пусть будет 50. Вот. Кто понял задание, напишите цифру 12, чтобы я понял, что вы меня понимаете. Ну, задание простое, реально. Окей. Вот сейчас это сделайте, вот прям сейчас, я подожду. Это быстро делается, 1-2 минуты. Вот сейчас прям сделайте. Не после эфира, там, не завтра. Вы это не будете делать ни после эфира, ни завтра. Сделайте сейчас. Даже если вы смотрите в записи, вот сделайте сейчас это. Я подожду минуту-две. Сейчас я включу опять расслабляющую музыку, еще раз. Две минуты, чтобы определиться, как сейчас и как вы хотите. Вот в вашей идеальной картине мира, да, как вы ее представляли. И в вашей идеальной картине мира, она же у всех разная. Кому-то нахрен не нужно хобби и творчество. Ну, не хочется этим заниматься. Ему хочется статусом и бабками заниматься. А кому-то наоборот, там, деньги ему вообще не важны. Ему хочется в социальную активность пойти, в благотворительность, там, еще что-то. У каждого своя идеальная картина мира. Напишите точку А, точку Б в каждой из четырех категорий. Как есть и как хотите. Все, давайте делать сейчас это задание. Спасибо. 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 Мы с вами определили точку А, точку Б и как и что мы хотим поменять в нашей жизни, исходя из четырех категорий. Двигаемся дальше. Что нам нужно теперь сделать? Вот контекст – это все, что нас окружает, как я уже сказал, да, там, люди, ситуации, эмоции, там, политика, там, экономика, там, работа, семья, хобби, вот это все, да, там, окружение, там, духовность, ценности, питание даже, да, все, вот это – это контекст. Ваша задача сейчас – выписать 20 контекстов, которые сильно влияют на вашу жизнь и на ваше состояние, либо в плюс, либо в минус. Именно сейчас влияют. Опишите подробно, что это за ситуации и, что самое важное, как вы в них попали, как они образовались в вашей жизни. Например, на меня в 20-м году очень сильно влияла ситуация с судом. Это контекст. Потому что он влияет на всю мою жизнь, на мое состояние, на мои доходы, на вообще все, на мое здоровье. То есть ситуация. У меня суд с клиентом. Все, это контекст. Дальше. Как я попал в этот контекст? Я туда попал, потому что херово составил договор, потому что переоценил свои шансы, потому что хотел показаться важным и крутым, и именно поэтому, да, там, взял на себя невыполнимые обязательства, ну и так далее. Все. То есть еще раз. Контекст и как вы туда попали, как он образовался в вашей жизни. Если понятно, напишите цифру 22. Да, то есть что такое контекст и что нужно сейчас сделать. Вы можете сейчас начать. Накидайте хотя бы 3-5 контекстов. Дома доделайте 20. Еще раз. Выпишите 20 контекстов из разных категорий жизни. Там их 4, да, которые сейчас влияют на вашу жизнь. Например, там, что может быть контекстом? Я часто курю кальяны. Я не занимаюсь спортом. Либо наоборот, я каждый день хожу на спорт. Я ругаюсь часто с женой. Я сижу дома и боюсь выйти на улицу. Я не зарабатываю, там, достаточно денег, да, там. У меня кредит. У меня желание приехать в другую страну. Это все контексты. Это ваши контексты, которые на вас влияют. Вы пишите. В идеале 20. Ну, хотя бы 3-5 сейчас. Просто вот 3-5. И с кем-то из вас я проверю, как вы это поняли. С кем-то из вас я сейчас пообщаюсь. Вот. Давайте, делайте. Сейчас я включу тоже вам музычку. С кем-то из вас. С кем-то из вас. С кем-то из вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, хорошо. Следующий вопрос. Как он образовался в твоей жизни? Как образовался? Ну, в принципе, просто спортом не занимался, не следил за здоровьем особо, так и образовался. То есть, если вкратце, то он образовался исходя из твоего стиля жизни, правильно? Получается, да, так. Хорошо. Какие еще контексты? Ну, допустим, есть такой контекст, как проблемы с долгами. Ну, то есть, с долгом, по кредитам туда-сюда тоже влияет на жизнь. Так, как он образовался в твоей жизни? Как образовался? Халатное отношение, в принципе, было к деньгам. Ну, забивал, грубо говоря. То есть, когда была сложная ситуация, ну, как это... Ну, короче говоря, не решал эту проблему, просто забил и все. На какое-то время там вопрос затихнул, но оно влияет как бы. Ну, то есть, занял позицию ребенка и забил? Ну, получается, да. То есть, не вывозил какое-то время, не удавалось, а потом по итогу, ну, позиция избегания и как бы... Так, хорошо. Какие еще контексты? Ну, в принципе, это основные. Основные, то есть, окружение, допустим, ну, не так круто, как хотелось бы. Вот, то есть, тоже не уделял внимания, больше фокус был на каких-то... На какой-то там гонке за что-то там стать лучше, где-то что-то там больше зарабатывать. Ну, короче говоря, уход в какие-то фантазии, больше не уделял внимания окружению. Больше фокус на себе был, мне кажется, из-за этого, ну, много беспокойства было. И, ну, как сказать, какая-то гордыня, может быть. Ну, наверное, это создало определенное обстоятельство, когда оно с окружением не пошло. Давай еще добавим контекст. Он на всех сейчас влияет. Это ситуация в стране. Согласен? Да, согласен, конечно. Давай его опишем как. То есть, ну, понятно, что на ситуацию в стране мы никак не влияем, но как это влияет на тебя, и как этот контекст образовался в твоей жизни? Давай подумаем, как это можно сформулировать. Как влияет? Влияет таким образом, что это по финансам ударило. Конечно, там часть клиентов стала отваливаться, и некоторые оплачивать не стали, где-то стали сухариться, короче. Ну, эта проблема как бы таким образом влияет. То есть, это влияет, естественно, на качество жизни, на настроение, на, как это сказать, психическое состояние, что нервоз и всякая такая история. Как образовался этот контекст в твоей жизни? Как образовался? Ну, как бы сказать, я не знаю, что, как он сам по себе образовался. Я не думаю, что на это придется. Смотрите, ребят, вот очень важно. Вот к чему я сейчас веду, да, вот то, что мы сейчас обсуждали, я сейчас постепенно шел к этому. Все, что есть в вашей жизни, и в твоей, и в моей, и во всех ваших, это все смоделировали вы, как бы это странно ни звучало. Ты же сам выбрал жить в Украине или в России. Так ведь? По идее, да, ну, как сказать. Подожди, у тебя был выбор в другой стране жить, скажи мне. Я даже, ну, выбор был, да, то есть я об этом даже не был. Я не призываю сейчас куда-то ехать или не ехать, я просто хочу, чтобы вы взяли ответственность полную за то, что с вами происходит. Дальше, вопрос, вопрос следующий, важный. Лежит ли это в твоей ответственности? Например, с большим усилием работать, чтобы вернуть клиентов, которые тебя не оплачивают, либо предложить им что-то подешевле или что-то другое, чтобы они сейчас купили? Ну, по идее, да, чем сейчас ты занимаешься, как бы фокус внимания больше на работу пошел. Да. Дальше вопрос. Если то, что сейчас происходит в стране, влияет на тебя плохо, как это на тебя влияет? Ты читаешь, ты смотришь телеграм-каналы, подписаны на какие-то блогеры, так ведь? Вначале, да. Потом забил, ну, потому что время уже ходить начало. Да, я просто к чему кланю еще раз. Ситуация в стране – это категория 3, но твое отношение, твое состояние – это категория 1. То есть в твоей зоне ответственности отключить телеграм-каналы и проверять их только там раз в день. Согласен? Лучше сделать, да. Да, да. Супер. Спасибо тебе, Евгений. Спасибо большое. Спасибо, что подключился. Значит, смотрите, ребят. То есть вы сейчас выписали контексты. У всех они разные, да? Вы написали, как образовались контексты в вашей жизни, что мы дальше с ними делаем. То есть уже понятно, что если контекст образовался в вашей жизни, то как минимум вы как-то к этому причастны. Я это объяснил уже. Я думаю, вы поняли. Если вы поняли, что все, что в вашей жизни, оно смоделировано вами, в любом случае, напишите плюс, пожалуйста. И вы можете на это повлиять. Напишите плюс. Еще раз. Вы не можете повлиять на то, что происходит между Россией и Украиной, но вы можете повлиять на свое состояние, на свои действия, на свое отношение к этому, на то, где вы живете, работать, не работать, продавать, не продавать, уйти в депрессию, либо наоборот херачить. На это вы можете повлиять. Соответственно, что мы сейчас должны сделать с этими контекстами? У нас есть три вида действий. То есть вот у вас 20 контекстов. Вот вы написали, как они образовались в вашей жизни. И рядом с каждым контекстом, который влияет на вашу жизнь, либо в плюс, либо в минус, мы пишем наше решение отказаться, изменить, усилить. Если мне не нравится, что читая большое количество телеграм-каналов, блогеров, еще чего-то, СМИ, ТВ, общаясь с какими-то эмоциональными людьми, это на мое состояние плохо влияет, что я должен с этим контекстом сделать? Отказаться. Все, я не хочу. То есть я понимаю, что я не могу повлиять на ситуацию в стране, но я могу повлиять на свое собственное состояние. Как? Я отказываюсь читать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, информацию, которая поступает в телеграм-канал. Или раз в день я проверяю что-то срочное. Дальше. Я каждый день курю кальяны. У меня от этого, например, здоровье плохо. Что я могу с этим контекстом сделать? Отказаться полностью. То есть заменить кальян на спорт, например. Если я каждый день бухаю с друзьями, это плохо влияет на мою жизнь, отказываюсь. Но если я раз в неделю хожу, плаваю в бассейне, и мне после этого хорошо, я усиливаю этот контекст. То есть я не раз в неделю хожу в бассейн, а три раза в неделю или каждый день, как я сейчас хожу каждый день на тренировки. Вот у меня есть контекст, например, клиенты ушли, у меня нет денег. Я меняю контекст. Изменить контекст как? Поменять свой оффер, поменять свой продукт, поменять подход, поменять нишу. Я могу это поменять. Я меняю, я изменяю контекст. Потому что он мне важен. Я не могу без денег сидеть. Кому понятно еще раз, что нужно делать с контекстами? Еще раз, отказаться, изменить, усилить. Кому понятно, плюссаните. То есть вот у вас 20 контекстов. Напишите плюс или понятно, что вы со мной. Супер. Отлично. Соответственно, как итог, что у вас после эфира есть? У вас есть понимание, что происходит в вашей жизни сейчас. У вас есть понимание, что такое стоицизм и зоны влияния. У вас есть более эффективная картина мира. У вас есть идеальная точка B, картина будущего. У вас есть какие сферы и как нужно поменять. У вас есть 20 контекстов жизни, с которыми мы должны поработать. И дальше наши решения, то есть как мы управляем реальностью. Вот они, контексты, которые сейчас влияют на нашу жизнь. Вот она, картинка будущего. Наша задача с помощью этих контекстов притянуть картинку будущего. Как мы это сделаем? В каждом контексте, где мы писали отказаться, изменить или усилить, мы пишем 5 конкретных действий. Что нам нужно сделать, чтобы этот контекст, отказаться от него, поменять его или усилить? То есть, например, какие 5 конкретных действий мне нужно сделать, чтобы я зарабатывал не 100 тысяч, а 500, например. Вот в нынешней текущей ситуации я пишу 1, 2, 3, 4, 5 конкретных действий. По смарту ответственный, время, сроки, ресурсы и так далее. Да, мы все это знаем. Понятно ли? Если понятно, 11 напишите. То есть, рядом с каждым контекстом, как он образовался, что мы с ним делаем и 5 конкретных действий, исходя из нашего решения. Соответственно, вот он, инструмент влияния на вашу жизнь. То есть, вот она, модель картины мира, когда вы полную ответственность берете за то, что у вас происходит в вашей жизни. И вы не паритесь насчет того, что вы никак не можете влиять. Все. Вот он, инструмент. И именно этот инструмент позволил мне в 2021 году сделать вот такой рост. Я вам сейчас покажу. То есть, я это все прописывал, прорабатывал. То есть, вот у меня целая тетрадка большая. Это все я писал. Вот, пожалуйста, вот они, мои контексты, да, что я должен с ними сделать, да, там действия конкретные. Это все я прописывал. То есть, я не выдумываю, вот они, пожалуйста, вот они, контексты. И в конце года, когда я листал эту тетрадку, там все реализовано. Потому что это программирование вашего подсознания. Когда вы пишете, идеально, если вы будете ручкой это все писать, делать. Это все зашивается вот сюда, и вы просто начинаете это делать. Вот он, инструмент влияния на реальность. Кому понравилось, напишите от 1 до 100. Ой, от 0 до 100. Насколько вам понравилось сегодняшний эфир, насколько он полезный, насколько вы будете это применять. Вообще, как бы, напишите вообще, как вам сегодня. Спасибо, 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 очень приятно, спасибо. Вы должны начать это делать уже сегодня. Потому что мы все знаем, да, там Эйнштейн про это говорил, что все планы, которые вы себе строите в голове, если не реализуются в течение 48 часов ближайших, все, это пыль. Оно никогда не будет реализовано. Понятно, что вы не можете по всем 20 контекстам сразу, значит, херачить, все выполнять. Нет, я не к этому призываю. Последнее, что я вам хочу сказать. По каждому контексту сделайте микродействия. Например, вы захотели каждый день бегать. То есть вы хотите улучшить свое здоровье. Вот ваш контекст, вот конкретное действие. Каждый день бегать. Но очень тяжело заставить себя с утра подняться, да, там это еще что-то. Вопрос. Какое может быть микродействие на пути к этому контексту? Как вы думаете, какое? То есть что можно минимально сделать, чтобы уже начать условно бегать? Что можно сделать? Зарядку, что еще? Проснуться вовремя, что еще? Приготовить кроссовки, верно. То есть выберите маленькое сегодня действие, которое приблизит вас к реализации вашей картинки будущего по каждому контексту. Если вы себе написали, я хочу зарабатывать 500 тысяч, мне нужны новые клиенты. Какое может быть микродействие, которое вы уже сегодня сделаете? Ну, как минимум, например, написать в чате, предложить свои услуги. Позвонить друзьям, предложить свои услуги. Может быть, им нужны какие-то услуги ваши. Если вы приняли решение полностью изолироваться от инфошума, который происходит, потому что он херово влияет на вашу жизнь, что можно уже сегодня сделать? Нахуй отписаться от большого количества блогеров, которые негативно на вас влияют. Надеюсь, я не вхожу в их число, да? Шутка. То есть понимаете, вот сегодня же сделайте микродействие. Сегодня же, сегодня же. И тогда сработает. Тогда сработает. Тогда пойдет процесс. Давайте теперь по вопросам. Есть ли какие-то у кого вопросы? Да, потому что вот сегодня мы с вами обсуждали. Можно голосом, можно текстом. Пожалуйста, любые вопросы. У меня, кстати, процент удержания этого эфира почти 90%. То есть у нас было в пике где-то 65 человек, сейчас почти 50. Так что, значит, вам понравилось. Значит, вам было полезно. Алло, алло. Да. Привет, Макс. Привет, ребят. В общем, вкратце веду в курс дела. Тоже занимаюсь наставничеством, обучаю ребят. У меня подопечные фитнес-тренеры. Я обучаю, грубо говоря, вести Инстаграм нормальный и продавать на высокий чек. Вот. Сейчас они, соответственно, впали в жертву. Читают новости. Состояние. Ну, скидывают каждый день отчеты в чат. Состояние там на 2-3. Ну и, короче, отсюда прокрастинация, отсюда бездействие. Вот. Я как наставник понимаю, что они находятся в позиции жертвы. То, что они спихивают себя ответственно, спихивают себя... Давай ближе к делу, пожалуйста. Без самой рекламы. Конкретно вопрос какой, пожалуйста. Да, конкретно вопрос. Что с ними делать, как их замотивировать, как их вывести из состояния, из позиции жертвы? Это ты про сотрудников спрашиваешь, да? Ну, про своих учеников, у которых состояние постоянно 2-3. Ну, я им говорю, отпишитесь от телеграмма. Объясняю, я понял. Объясняю. Смотри. Когда вы работаете с аудиторией, неважно, вы блогер, вы наставник, то есть у вас есть публика какая-то, там, семья – это тоже ваша публика, ваше окружение. Потому что люди, они никогда не реагируют на то, что вы говорите. Они реагируют на то, как вы это говорите. Важнее не, что ты им говоришь или что пишешь, а как ты сам себя ведешь, потому что люди моделируют тебя. Если ты уверен, если у тебя все заебись, и ты это транслируешь в эфире людям на созвонах, они будут моделировать тебя, потому что ты лидер этой группировки. Понимаешь, ты лидер вот этого вот общества. То есть лучшее, что вы можете сделать для своей семьи, жены, детей, сотрудников, клиентов – это транслировать то, что вы хотите, чтобы чувствовали люди рядом с вами. То есть если вы хотите, чтобы люди были уверенные, счастливые, там, я не знаю, там, платили вам деньги, так вы сами это делаете. Живите сами, платите нормальной жизнью, не прокрастинируйте, не депрессуйте. И потихоньку люди будут подтягиваться под ваше состояние, потому что у нас у всех есть зеркальные нейроны. То есть мы все, как мы понимаем эмоции других людей. Вот мы когда смотрим Титаник, почему мы плачем? Потому что мы сопереживаем людям. То есть включаются зеркальные нейроны. Почему зеркальные? Потому что мы отзеркаливаем эмоции у человека. И мы тут же реагируем на него. Понятно ответил? Да-да, в целом нормально. Ну, я понял, что в первую очередь мне нужно показывать свои лидерские качества. Понял, окей, хорошо, спасибо. Ну, даже не лидерские, а вообще, в принципе, моделировать ту картинку мира, которую ты хочешь, чтобы была у твоих сотрудников. Так. В то же время как бы не спасать их, да? Нет, 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 не спасать. Не надо, не надо становиться мамочкой-папочкой. Да-да-да, вот я про это тоже. Если ты начнешь их спасать, они встанут в позицию ребенка. Все, у тебя будут дети, а не сотрудники. Да, и вот тут еще вопрос нарисовывается. Типа, я им говорю, что я не собираюсь вас спасать. И вот степень глубины их восприятия вот этой вот моей информации, насколько вот, как донести вот это нормально. То, что я, наоборот, подхожу с заботой о них, да, что я их не буду спасать. Типа, то, что они сами могут на себя взять ответственность, это вырасти. Смотри, когда ты так ультимативно выражаешься, ты все равно в позиции родителя. То есть есть хороший родитель, который оберегает детей, там, покупает конфетки и так далее. А ты говоришь, типа, я не буду вас спасать. То есть ты плохой папа. Ну, все равно папа. Ты говоришь, ебитесь как хотите, но они все равно детьми остались, понимаешь? Твоя задача их выводить в состояние взрослого. А состояние взрослого – это когда вы говорите по фактам, без эмоций. Чтобы не было эмоций, нужно работать с их состоянием. Чтобы работать с их состоянием, нужно моделировать это состояние у людей. Вот ответ тебе. Понял, окей, хорошо, спасибо. Почему 20 контекстов? Если больше – это плохо, хорошо. Потому что 20 – это оптимально. Если будет больше – это слишком, too much. Если меньше – не хватит, чтобы поменять вашу реальность. 20 – это оптимально. Энергию где брать? Есть у тебя твои наработки, которые можешь поделиться. Бывает, что по ноль энергии. Энергия – это прежде всего ваша физиология. Что вы едите. Есть ли у вас спорт в вашей жизни, активность какая-то, ваш гормональный фон и так далее. То есть поработайте с точки зрения, прежде всего, биологии. То есть людям, которые в депрессии находятся, им прежде всего говорят, спите вовремя. То есть вовремя ложитесь спать в 9-10 часов вечера, а не в 2 часа ночи. Потому что есть эти циркадные ритмы так называемого организма. То есть в 3 часа ночи у нас организм должен восстанавливаться. Там выработка гормонов идет. А если вы активничаете ночью, этого не происходит. То есть вы не восстанавливаете организм, он начинает, естественно, умирать условно, медленно. Поэтому вовремя ложитесь, рано вставайте, занимайтесь спортом, кушайте, бегайте, ходите на свежем воздухе. Вот уже у вас энергия повысится. Дальше отфильтруйте фокус внимания. То есть на что вы обращаете внимание. На чем вы фокусируетесь? Вы фокусируетесь на негативе или на позитиве? Вы фокусируетесь на проблемах или на решениях? Вы фокусируетесь на людей, которые говорят, все, говно, пиздец, все, мы сдохнем. Либо на людей, которые верят, что все окей и все будет классно. Фокус внимания. Третье. Как вы это понимаете? Смысл осмысления. То есть как вы обрабатываете входящую информацию, на которую у вас фокус внимания? Как вы это понимаете? А как вы понимаете, это ваша ценностная база, то есть ваша система координат. То есть это ваши ценности, правила и контексты. Все. Вот три вещи, которые влияют на вашу энергию в состоянии. Так, читаю дальше вопросы. Макс, ты говорил про контроллер. Скажи поглубже, что для тебя значит, как ты контролируешь те или иные вещи. Четыре дня назад, пять или сколько там, ну даже больше, недели, произошла вот эта пиздецовая ситуация. У меня у жены там родители в бомбоубежище сидят. Понимаете, там друзья ее в бомбоубежище сидят. Пиздец. Очень плохо. Я не могу никак повлиять на эту ситуацию. Но я могу повлиять на состояние моей жены. Как? Если я тоже впаду в панику, как я объяснял в прямом эфире, да, вот это, то, ну, будет трэш. Я излучаю уверенность. Я ее поддерживаю. У нее состояние лучше. И именно так я проявляю свою ответственность. Свою проактивную позицию. Вот в данной ситуации. Я влияю на это. Я могу повлиять на свою жену, на ее состояние, на свое состояние могу повлиять. Максим, если контекст у меня недостаточно денег, влияет на другие контексты, которые хотел бы реализовать. Получается замкнутый круг. И отсюда еще повышена тревожность. Как вырваться из круга? У вас есть конкретные действия. По каждому контексту начните эти действия делать, и реальность начнет подтягиваться. Вот это ваше идеальное. Она начнет подтягиваться. Просто по чуть-чуть, постепенно. Не надо скопом пытаться изменить свою жизнь. Ваше окружение, там ваше состояние. По чуть-чуть начинайте. Маленькие шаги приводят к успеху. Что значит проактивность, быть проактивным? Как ты это понимаешь? Я это понимаю так. Помните вот ситуацию, да, когда там люди опоздали на тренинг? Вот когда люди начинают рассказывать истории, почему они это не сделали. Это пассивная позиция. Кто-то виноват, не ты. Вы перекладываете ответственность. А когда вы заняете проактивную позицию, вы расширяете свою зону влияния. Вы говорите, нет, я ответственен. Я мог учесть, что очередь в туалете будет и заранее пойти в туалет, занять очередь, потерпеть, еще что-то. От вас зависит. Будет эта зона влияния маленькая, как у ребенка, которому нужно давать покушать, пописать, пока качать и жопку подтирать. Либо большая, как у взрослого, крутого чувака, который влияет по максимуму. Вот это называется проактивная позиция. Так, я думаю, что плюс-минус на важный вопрос ответил. Соответственно, ребят, у меня есть годовая программа. Кому хочется, может, пожалуйста, приходите, я вам помогу. У меня там уже 30 человек. Кто увидел сегодня ценность, я действительно вам хочу помочь. Мне тоже нужно кушать, поэтому, естественно, это стоит денег. Кто видит в этом ценность, потенциал роста, он понимает, что будет польза, если Макс будет меня в течение года вот так вот мотивировать и объяснять, что мне с моей жизнью делать. Пожалуйста, welcome. Есть сообщество-источник. Как раз-таки сегодня лекция, она должна была быть для сообщества-источник. Но я решил ее для всех сделать. Здесь как раз-таки есть ребята, которые у меня из сообщества-источник. Можете, пожалуйста, плюсануть, если вы здесь еще остались, если вы живы, да, там, на этом эфире. Плюсанить, если вы здесь есть. Кто-то может сейчас выйти из моих учеников, просто поделиться, да, то есть, насколько вам полезно это сообщество, там, о чем мы там беседуем, как ваша жизнь меняется, там, не знаю. Просто расскажите, поделитесь с людьми хорошими новостями. Потому что хорошего сейчас уже мало. Просто поделитесь. Кто хочет, кто может. Просто вот. Кто хочет. Ну, что, я хочу. Или там просто включите камеру и микрофон. Чтобы не только я сегодня болтал, да. Какими-то лайфхаками, может быть, инсайтами, да, которые могут сейчас людям помочь. Да, вот, ребята из моего сообщества. Кто может, хочет. Я к этому не готовился, важно. То есть, я не предупреждал никого. Типа, ребята, вот в 7 часов вечера зайдите там и накидайте людям там чего-то. Это абсолютно спонтанное решение сегодня было. Так, Юля, Катя, там, Лена, кто, там, Патимат, кто хочет, может поделиться. Я готова. Давай. Ребята, всем привет. Я Патимат, и уже больше года, то есть, изначально пришла на годовую, и осталась теперь в Кубе Источник. Ну, сказать, что прям кардинально поменялось, это просто ничего не сказать. Помимо внешних, внутренняя очень сильная работа идет. Работа, она прям в глубину идет. И на своем положении я выросла, конечно, еще не в идеале, как мне хотелось бы. Ну, радуется, что эти встречи наши, они еженедельные, и Макс прям подробно описывает и рассказывает, и, ну, да, порой в жесткой манере, но это отрезвляет. Поэтому я очень рекомендую. Спасибо. Есть ли у тебя какие-то инсайты, которые у тебя вот реально вот в твоей жизни сработали, которыми ты могла бы поделиться с ребятами сейчас? Конечно. Мне всегда казалось, что я якобы очень ответственна, но нифига. Я нифига не брала на себя ответственность за свою жизнь, и все время искала, на кого бы это скинуть. И когда я это осознала, это просто был переворот мыслей. Супер. Спасибо тебе большое, Патима. Спасибо. Кто еще, девчонки? Спасибо тебе. Спасибо. Девчонки, кто еще хочет, может поделиться? Мальчишки тоже. Давайте с ребятами поделимся, да, вот хорошими новостями, инсайтами какими-то, да, там, советами, да, которые у вас там вот сейчас работают, да, которые вам помогают сейчас вот сохранять состояние хорошее. Давайте, не стесняйтесь. Можно я добавлю тогда, по поводу вот этого момента 1, 2, 3, да, очень здорово помогать сейчас, держать себя в более-менее адекватном состоянии. Я могу повлиять? Я могу повлиять? Что я могу делать? Это очень отлично прям работает. Советую. Да, это хороший инструмент. Так, девчонки, кто-то там хотел сказать, да? Да, я. Можно я только камеру не буду включать? Конечно, Юль, конечно. Изначально я пришла на курс стратегический маркетинг, но потом перекочевала сюда вот этот клуб, и я скажу, что я была тут фрилантер, который бесконечно обучался и сидел на одном и том же заработке, то есть не увеличивая ее, но продолжая вкладывать деньги в свое обучение. И ты думаешь, ну, блин, ну, надо еще один курс пройти, еще один, тогда ты умнее будешь. И вот в оконцовке, когда пришла на курс Макса, ты понимаешь, что, блин, да нихрена это не так. И это было, во-первых, мы пришли за знаниями, как и все мои однокурсники, а в оконцовке мы пришли, вышли совсем с другими знаниями. То есть мы пришли за маркетингом, а вышли с перепрошитой головой. И это намного ценнее, потому что маркетинг ты можешь изучать где угодно, книжки читать, YouTube смотреть, но вот никто не залезет тебе в голову ни на одном курсе, и не покажет, не расскажет, что ты именно делаешь не так, с твоим состоянием. Мало того, что была я еще и параноиком конкретным, нервозным, с постоянными приступами паники, то сейчас ты как-то успокаиваешься, ты влияешь, ты меняешь свои контексты, ты меняешь свое состояние. Да, кто-то пишет, отличный психолог, это действительно так, ни на секунду не занижая этого, поэтому круто, я очень рада. И эти изменения, я думаю, у нас у всех налицо, и это замечаем не только мы, но и окружающие. Всем тебе большое, спасибо. Кто еще? Леночка, да? Макс, да, я подключилась. Привет. Да-да, привет. У меня просто на заднем плане детский мультик, я переживала, что будете всем фонить. Но, тем не менее, я очень хочу поделиться теми инсайтами, которые произошли в моей жизни. В общем, с Максом я прописала, ну, точнее, после встречи я прописала 20 контекстов. Это было летом. Вот, и буквально через месяц 4 пункта, они помогли вывести мою жизнь на совершенно другой уровень по бизнесу, в отношениях с мужем, в отношениях с моими детьми, вот, и в отношениях с родителями. Я просто даже сначала не поняла, с чего это все выстроилось, да, но потом я открыла тетрадь и поняла, что я действительно все это прописывала. И именно вот эти пункты, они так и произошли. Ну, то, что вот сегодня ты говорил, да, пропишите все по пунктам, и действительно, это вот так работает. Сейчас я тоже применяю какие-то моменты, которые ты говоришь в своей работе с людьми, поэтому ценность, действительно, как говорит Патимат, здесь невозможно описать все до конца словами, нужно только на себе это ощутить через личный опыт. Просто идти с доверием, если ты это чувствуешь, отвлекается. Спасибо, спасибо, девчонки. Благодарю. Как я уже сказал, я не готовился к этому эфиру, да, и я тут не ради продажи, да, я хотел вам помочь, и мне, правда, действительно было важно, чтобы вы услышали от других людей, что эти инструменты, которые я вам сегодня дал, они действительно работают. Да, возможно, для кого-то они простые, кто-то их слышал в какой-то там той или иной интерпретации, но вы их не делали. А если вы начнете их делать, у вас будут дикие сдвиги. И это не все инструменты, которые я даю ребятам, да, просто в рамках одного эфира невозможно все это описать, потому что у нас эфиры и по три, и по четыре часа идут каждую неделю. Вот, тут тоже у меня вот мой ученик пишет, да, ребят, если, в общем, говорить, вы получите нереальные инсайты, которые сможете принять в жизни. Работа не только с головой, но и практически. Ни один человек лично, которого я знаю, не доносит так четко грамотную информацию. Я расту в профессиональном плане, это отмечает на работе, и не понимает, откуда у меня такие познания. У меня улучшилось настроение, когда меня так раскопали, я начал быть эффективнее сам для себя и контролировать свою окружающую среду. Я тут три месяца, а большой эффект. Это человек, которому ты реально доверяешь, как своим близким, и который реально дает даже больше, чем изначально говорить. Объем информации, как для вашей личности полезный, так и практические знания, стратегические моря, так отдается и углубляется не каждый. Спасибо тебе большое, очень приятный отзыв, спасибо. Ребят, в общем, почему все... Макс, я еще хочу добавить. Давай, Катя, привет. Всем привет. Я, как и Юля, пришла на стратегический маркетинг и ожидала прокачать там свои определенные какие-то скиллы. Но в итоге, помимо скиллов, прокачались и многие такие софт-скиллз. И это гораздо ценнее и гораздо важнее даже, чем софт-скиллз, которые можно много где получить. Но тот подход, который у Макса, то, как ты, Макс, это все делаешь, то, как преподносишь, структурируешь и показываешь на своих примерах, на своей жизни, это очень круто и очень эффективно. И даже вот две недели назад мы разбирали триггеры. И вот, выполняя домашку, сейчас даже вот эти все события, когда все в панике, когда все очень по-разному реагируют на те события, которые происходят, на ту неопределенность, которая происходит. Тот подход, который ты подсказал, показал нам то, что мы внедряем даже вот эту вот такую ситуацию, проживать гораздо проще. И на фоне, вчера я выполняла домашку, в общем-то, и посмотрела, что применяя знания из прошлой лекции, многие в течение вот этой даже недели, какие-то дела удалось закрыть гораздо легче, проще и прожить, чем без знаний, которые ты дал бы. Спасибо, Катя, очень рад, что вам помогает. First, ребята, я верю в то, что все будет хорошо. В любом случае, война когда-то кончится. Она всегда кончается, да, и война – это цикл, это часть цикла нашей жизни, к сожалению. Или, к счастью, я не знаю. То есть всегда это синусоида. То есть есть зона напряжения, есть зона расслабления. Это ситуация любого человека, любой страны, любого процесса, который есть в жизни, в бизнесе или в жизни. И еще раз говорю, настоятельно вам рекомендую сделать все упражнения, которые я вам сегодня сделал, точнее дал, да, там объяснил. И, соответственно, последнее, что я хочу сказать, что вот когда вы пойдете учиться, не знаю, ко мне, если вы чувствуете, что я могу помочь кому-то другому. Последнее, что я вам хочу донести, что сейчас я, ну, не сейчас даже, а вообще на протяжении всей своей жизни я наблюдаю следующую картину. Особенно у фрилансеров, маркетологов и там ребятам дизайн занимается, программирование и так далее. Вы качаете только навыки практически, но вы забываете о том, что, чтобы эффективно использовать эти навыки, вам нужно качать soft skills. То есть голову, психологию, состояние, мышление, да, там, паттерны поведения и так далее. И это важнее, потому что именно это позволяет вам эффективно работать той лопатой, которую вы все время пытались где-то найти. Там, дорогую, недорогую и так далее. То есть soft skills – это самое важное для роста, особенно в нынешнее время, чтобы не потерять разум и чтобы сохранить эффективное состояние. Вот, поэтому качайте не только hard skills, но и soft skills, так же, как мы это делаем в сообществе у нас, да. Вот, у нас в сообществе каждую неделю созвоны. Если вам нужна поддержка, если вам нужно вылезти из жопы, как я вылез, да, там, хотите результаты, да, там, как у ребят. Это не все результаты, да, понимаешь, у нас сегодня там, условно, там, три человека, да, там, высказалось, у нас 30 человек. Результаты реально крутые, я ими делюсь очень часто в Инстаграме. И мне реально обидно, что, там, вы то ли не слышите меня, то ли не верите мне, да, то ли вы думаете, что это шняга, то ли что это куплено, что это неправда. Это все правда, можете написать всем этим ребятам. До обучения, там, условно, зарабатывать 100-200 тысяч, после, там, с клиента одного 500 тысяч, миллион, полтора, да, это все реальные цифры. И не только в деньгах это все эффективность и в состоянии, да, там, и в жизни, вон, там, девчонки рассказывают, там, отношения улучшаются, да, там, лучше выглядеть стали и так далее. Это же все про вас, это все про человека, вот. Поэтому спасибо вам большое за сегодняшний эфир, да, вот, благодарю ребят, которые высказались, благодарю тех, кто меня услышал, благодарю тех, кто меня будет смотреть в записи. Я настоятельно вам советую делать эти инструменты, внедрять в вашу жизнь. Очень хочу, чтобы все было хорошо, я верю, что все будет хорошо. И вы всегда можете мне, там, написать в Директ или в Телеграм, да, там, что-то спросить, если будет вопрос адекватный, я отвечу обязательно, да. Все, давайте держаться вместе, вот, справимся с этой ситуацией, да, и возьмем ответственность за то, что происходит с нами, на нас, да, то есть не будем перекладывать на кого-то. Все, спасибо, с вами был Макс, вот, надеюсь, вам было сегодня полезно. Можете меня отметить в сторис, там, написать инсайты, как мы обычно делаем в сообществе, да, то есть у нас после каждого эфира. Также ребятки делятся, там, инсайтами, какими-то мыслями, да, поделитесь инсайтами в сторис, отметьте меня, вы все знаете мой инстаграм, отметьте, что вы поняли про сегодня, да, то есть про жизнь, про себя, там, какие-то инсайты, мысли, поделитесь этим. Да, это, своего рода, такая рефлексия будет после сегодняшнего эфира. Вот, и, да, тут вот спрашивают, как в клуб-то вступить? Напишите мне в инстаграм, ну, вы все знаете мой инстаграм, ну, то есть, пожалуйста, напишите мне. Вот, тут нету кнопочки купить, я говорю, эфир я делал для вас, поэтому это не продающий вебинар, это полезный вебинар, прежде всего, да, и я в конце специально рассказал про сообщество, потому что я считаю этот продукт реально полезным для вас, да, вот, поэтому, кому интересно, welcome, пожалуйста, пишите мне в инсту, вам всю информацию скину. Вот, все, спасибо вам большое еще раз за внимание, все, запись эфира я выложу, вот, можете скинуть эту запись эфира своим близким, друзьям, знакомым, коллегам, кому это реально может помочь в нынешней ситуации, вот. Спасибо еще раз, ребята, которые тоже сегодня говорили, там, смотрели, все, всем спасибо, с вами был Макс, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...